Привет, в эфире выдумщики.ру и сегодня мы будем делать мыло под кодовым названием манговое желе. Мыло сегодня у нас будет вкусное и для его изготовления нам не нужно манго, как ни странно. Возьмем для того, чтобы его сделать основу с натуральным молоком Актив Милк и новую основу от производителя Актив, Актив Старт. Это прозрачная основа, она очень легка в использовании и идеально подходит новичкам. Итак, сегодня для того, чтобы нам сделать это нехитрое мыло, нам нужно два красителя ProColor. Я выбрала апельсиновый и цитрусовый. Они прекрасно смешиваются между собой и дадут нам именно тот оттенок, который нужен. Также незаменимый куб, в котором мы, собственно, и будем делать все наше мыло. Оттушка манго, спирт, король всех миловаров, несколько стаканчиков и вот такая вот силиконовая форма, обыкновенный прямоугольник. Ну и, конечно, ножики, пипетки и всякая такая ерунда, которая нужна каждому миловару. Итак, для того, чтобы начать, я предлагаю взять сразу большой графин, потому что мы сегодня не будем с вами мелочиться, мы будем работать с большими объемами и начнем наши большие объемы с нашей любимой основы Актив Милк. Она содержит натуральное молоко и прекрасно ухаживает за кожей. Достаем основу из контейнера и нарезаем ее. Нам нужно примерно 280-300 грамм. Дело в том, что в наш куб входит 500 грамм мыльной основы, но не все место будет занимать белая основа. Часть мыла будет прозрачной. часть белой основы я отложу в такой графинчик, а часть мы сейчас расплавим. Получаем ее в таком жидком состоянии. Я предлагаю ее окрасить так, чтобы это было незаметно для обычного пользователя, потому что в базовом варианте эта белая основа имеет такой кипельно-белый цвет молока. Но мне нужен немножко желтоватый цвет, как будто мы туда уже добавили желе, потому что манговое желе, оно не имеет кипельно-белого цвета. Добавить его совсем чуть-чуть, вот совсем-совсем, чтобы он дал нам такой кремовый оттенок, немножко топленого молока с сахаром. Меня устраивает этот оттенок. Он получился очень нежненьким. Сюда же нам надо добавить отдушку. Я выбрала для мангового десерта отдушку манго и предлагаю сюда добавить как раз 30 капель этой отдушки. И сейчас мы зальем в наш волшебный бирюзовый куб белую основу с ароматом манго. Она уже сама по себе невероятно хороша. Ну и с брызнем спиртом. Это же друг любого маловара. Сейчас мы всю эту консистенцию волшебную можем отставить в сторону и заняться следующим этапом изготовления мангового желе. Нам нужно сделать очень аппетитные, очень красивые и очень фактурные кусочки манго. Для этого берем обычный прямоугольник, казалось бы, да? Нашу отложенную основу и растопим ее, начинаем с ней работать. Для этого возьмем апельсиновый проколор. Он поможет нам создать идеальный оттенок манго. Как краситель окрашивает основу? Нам нужен достаточно яркий манго, но при этом вовремя нужно будет желтым проколором погасить оранжевый. Что ж, мы получили достаточно апельсиновый оттенок и теперь нам нужно этот оттенок погасить, потому что сейчас у нас скорее папайя, чем манго. Для того, чтобы у нас получилось манго, нам нужно добавить желтенького. Вооружаемся спиртом. Сбираем пузырьки и заливаем все это добро. Очень даже манго. Очень даже манго. заливаем все это добро в форму. Обычный прямоугольник. А теперь даем этому всему остыть. У нас остывает куб, у нас остывает манго. Ждем. Ну что ж, время идет и наши основы застыли. В кубе у нас застыла наша кремовая основа, а здесь застыла наше манго. И сейчас нам нужно из вот этого манго сделать настоящие кусочки манго. Порезали наши хорошенькие кусочки манго. И теперь их нужно сбрызнуть спиртом. Во-первых, сбрызнуть спиртом наш кремовый. Поцарапать его. Для того, чтобы слои сцепились в хаотичном порядке, как вам захочется. И сбрызгиваем наши кусочки. Тоже спиртом. Теперь раскладываем их так, как вы хотите, чтобы они лежали. Теперь мы опять сбрызгиваем наши манговые кусочки. Вот уже сейчас хочется съесть. И берем прозрачный стакан. Берем не менее прозрачную основу актива. Я предлагаю взять вот два таких кусочка. Этого будет достаточно. Сейчас мы будем заниматься опять подбором цвета. Нам нужно сейчас с вами сымитировать предельно манговое желе. То есть сейчас у нас были кусочки манго. Было сливочное желе. А сейчас мы делаем манговое желе. То есть желе из мангового сока. А сейчас мы эту основу расплавим. И получаем вот такую вот волшебную жидкость. Для того, чтобы залить манговое желе, желе из мангового сока, нам нужно его сымитировать. Сымитировать в первую очередь цветом. Для этого я начинаю окрашивание в этом случае с желтого проколора. Беру небольшое количество. Напомню, что проколор сохраняет прозрачность основы. Он ее не замутняет и при этом не мигрирует. Сейчас нам нужно добавить сюда оранжевый оттенок, потому что сок манго не пьется желтым. Он с оранжевым оттенком. Прямо сейчас мы не заливаем кусочки. Мы даем основе чуть-чуть подумать, отдохнуть. Брызнем ее спиртом. Для того, чтобы пузырьки вышли из основы. Мы ее сейчас перемешали. Пусть они немножко выйдут. И основа чуть-чуть остынет, чтобы она не расплавила наши манговые кусочки. Когда основа немножечко подостыла, нам нужно добавить в нее одушку. Одушка у нас вся та же манго. Сюда мы добавим примерно 15 капель этой одушечки. Ну что ж, основа подостыла. Она не такая горячая, как была после микроволновки. И мы начинаем ее заливать формой. Заливаем не быстро, никуда мы не торопимся. Залили. Сбрызнули опять спиртом. И продолжаем заливать. Ждем. Ну что ж, наступил крайне ответственный момент. Наше манговое желе застыло. И сейчас мы его достаем из куба. И нарезаем. Мы видим, что у нас есть прозрачный слой и есть белый слой. И нарезаем мыло. Мы получили наше манговое желе. Можно принимать с ним в ванную. Еще один десерт для ванны у нас готов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...